Детский травматизм Детский травматизм Да, мало обустроенным, без лишних ковров, без лишних изысков. Для маленького ребенка очень важно пространство и место, где он может безопасно познавать себя, двигаться, ощущать свои границы. Для маленьких детей очень важно, чтобы были специальные детские спортивные комплексы, либо то, что он может использовать под спортивные комплексы. Если нет возможности такого рода разрядки, то разрядкой становятся простые с виду вещи. Чашка кипятка, к примеру, оставленная на столе, открытая форточка, в доступе москитная сетка или же розетка. Опять же, подчеркну, простые вещи, на которые мы действительно не обращаем зачастую внимания. От этого проблемы. Александр, вы совершенно правильно угадали основные направления. Либо вы их знаете. Это статистика просто, я познакомился с ней. Однозначно. Я хочу сказать, что очень часто взрослые забывают, что дети это маленькие обезьянки. Они копируют поведение взрослых. Они хотят быть взрослыми. И что они видят? Что мама берет и подносит к себе чашку. Он тоже хочет повторить это движение. И очень часто родители забывают, что дети не просто кабачки. Они разумные. Их надо научить, что чашка может быть горячей. Я, извините, приведу личный пример. И всегда это говорю родителям. Учу примерно месяцев шести детей, что есть предметы горячие, которые делают больно. Когда уже чашка остыла, когда я знаю, что он точно, я могу пить этот чай совершенно безболезненно, я беру детскую ручку и прикладываю к чашке. Ребенок еще никогда не трогал такой горячий предмет. 40, 50, максимум 60 градусов. И я сопровождаю это страшной гримасой и говорю, ой, горячо, опасно. И ребенка учу трогать поверхности пальчиком, ладошкой, чтобы знать, можно это потрогать или нет. Второй момент. Лекарства. Наши родители очень любят таблетки. Наши бабушки и дедушки таблетки иногда принимают вынужденно. Но никогда не делайте это на глазах у детей. Какая-то ваша беспечность, может быть, ваш недосмотр, а может, любознательность ребенка, и он нашел таблетки, он достал их из запретного места. Если он не видит, что с ними делать, он, может быть, поиграет, как с погремушкой, и положит. Но если малыш видит одни и те же движения, тюбик или баночка открывается, конвалюта разрывается, и таблетка кладется в рот, он повторит за вами, потому что он подражает поведению родных людей. Поэтому очень таких простых мелких деталей надо учитывать в своем повседневном. Это личный опыт. Зрителям, скажу, у вас четверо детей. Большой семейный опыт в роли матери, большой профессиональный. Вот, учитывая и первое, и второе, вы с вашим большим опытом нашли те действенные механизмы, инструменты, правильно взаимодействия с родителями. Как говорить так, чтобы не только слушали, но и слышали, и правильное действие предпринимали родителя Гомеля в борьбе никак по-другому против детского травматизма в быту? Я проблемой травматизма занимаюсь очень давно, и с коллегами мы испытали множество всяких примеров. Это и памятки, это и беседы, это и какие-то общие лекции, семинары. Сейчас у нас есть модельный центр, но все равно я считаю, этого недостаточно. Пока родители не будут понимать, что они за жизнь этого человека несут персональную ответственность, не просто моральную, а административную и уголовную, наверное, не сдвинется с мертвой точки. Когда ребенок обернул на себя чашку с кипятком, все говорят, в семье трагедия, в семье несчастный случай, в семье беда. Я всегда возражаю. Мы знаем, что кипяток опасен для младенца? Знаем. Мы знаем, что он не может еще управлять собой? Знаем. Почему мы создаем такие условия, что чашка оказалась в детском доступе? И я всегда предлагаю своим оппонентам на секундочку представить, что вы пришли на работу, и у вас руководитель создал такие условия, что вы в какой-то рабочий день получили ожог 15% тела, лицо, шея и ведущая рука. Я всегда спрашиваю, вы в суд на руководителя подойдите? И всем мне отвечают да. Так почему этот младенец в год, в полтора, в 10 месяцев, который опрокинул на себя чашку с кипятком и получил ожог щеки, шеи, плеча, остается, так условно говоря, все бездействие взрослых остается ненаказанным? И не надо говорить про какие-то моральные терзания и прочие беду родителей. Это действительно повод задуматься? Да. Они не обеспечили безопасные условия и не обеспечили счастливое детство своему ребенку. Говоря о борьбе с детским домашним травматизмом, вы уже начали частично об этом говорить. В Гомеле не так давно открылся модельный центр профилактики травмы. Буквально коротко, как этот инструмент может влиять на ситуацию? Я очень рада, что он открылся на базе нашей поликлиники. К моменту открытия у нас уже наработано было множество материалов, приемов. Мы были готовы. Нам помогла ЮНИСЕФ с оборудованием. Многое мы дооборудовали сами. Медработники встали просто, собрали все возможные инструменты, чтобы показать, чтобы все было очень наглядно. Это модель комнаты, где выделены зоны детская, санузел, кухня. Это места, которые мы пользуемся очень активно. И, как ни странно, они очень опасны для детей. И, конечно, на этих моделях мы показываем профилактику травм в основном детей младшего возраста. Но это актуально и для более старших. Мы занимаемся с родителями, мы занимаемся с будущими родителями, мы занимаемся со школьниками. Мы обучили уже педагогов Гомеля. Мы начинаем работать с областью. Ведем очень активную работу. Мы очень надеемся, что количество, допустим, хотя бы детских ожогов уменьшится. Но, к сожалению, с апреля месяца у нас идут плотные лекции, плотные занятия. Но количество вот этих ожогов в чашках кипятка от трех до пяти каждую неделю в нашем областном центре. Это страшно на самом деле. Я очень надеюсь, что и наше интервью станет поводом задуматься для каждого из родителей, которые сейчас у экранов. А вам, Ольга Николаевна, хочу сказать спасибо и пожелать успехов в вашем нелегком, но полезном деле. Спасибо и вам за поднятую тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!